Добрый день! Сегодня у нас занятие по латиноамериканской программе. Значит, давайте так, еще раз, мы говорим о различии между... То есть это абсолютно две разные программы, но вы как танцоры должны использовать... Как бы должны быть вооружены полностью. Ваш технический потенциал должен быть... Вы должны быть готовы к тому, чтобы выполнять и элементы качественного, и европейского танца, и также латиноамериканского. Поэтому нужно четко понимать, что нам нужно в одной программе, что нам нужно в другой программе. Мы говорили, что основное различие между этими танцами, это наше расположение наших стоп. То есть, еще раз, в европейской программе стопы должны быть параллельны, в латиноамериканской программе они должны быть развернуты. То есть мы как бы больше находимся в третьей позиции, и все движения делаем через развернутую стопу. Значит, мы сегодня попытаемся успеть сделать чековые позиции, но давайте попробуем начать с того, что мы встанем в какую-то позицию на одну ногу, и попытаемся понять, что происходит с другой ногой. Стопы развернуты. Для того, чтобы встать на ногу, мы должны сначала показать направление, куда мы становимся, и после этого перевести вес. То есть, мы перед тем, как куда-то наступить, обязательно должны поставить, показать, куда мы будем наступать. Объясняю. Если вы двигаетесь назад, в темноте, и не знаете, есть ли сзади у вас опора, то вы, естественно, сначала будете проверять, есть ли вам куда наступить или нет. После этого вы будете наступать. Только после этого вы будете наступать. То есть мы не можем двигаться назад, а вдруг, скажем так, вы двигаетесь по лестнице, и вы можете сначала упасть. Надо нащупать опору. Представить. Давайте. Мы сделаем просто один боковой шаг. Сначала вы находите опору, проверяете, есть ли она там или нет, только после этого вы переносите вес. Собираете ногу. Опять. Делаем обратное движение. Вы находите опору. Чертим. Проверяем. Находите. Опора есть. Вы проверили, что она есть. После этого мы переносим вес. Сразу хочу сказать, что ощущение присутствует при моем движении, что у нас очень большой шаг. Это визуальное ощущение складывается от того, что я растягиваю свободную ногу. То есть она довольно-таки находится в длинном положении. То есть я ее удлиняю, растягиваю. На самом деле шаг этот очень небольшой. Почему мы должны двигаться небольшим движением? У нас нет на это времени. То есть если в европейской программе мы должны заполнить музыку и двигаться максимально в большом объеме каждый шаг, то в латиноамериканской программе нас интересует оконечное движение, то есть так называемая точка, то есть когда я должен уже встать на ногу и максимальное количество времени я должен провести уже на работе на опорной ноге здесь. То есть приходить надо в точку быстро. Мы только должны все это пройти изначально медленно. То есть мы показываем, проверяем, переносим. На самом деле, на самом деле, доводим в виду, на самом деле это движение у меня в ритме будет выглядеть так. Быстро. Для того, чтобы сделать качественные все эти элементы, нам нужно ноги привести в соответствие. Мы говорили на прошлом занятии по самбе, что эта мышца должна быть сильная. Мы надавливаем в сильную ногу. Обязательно. Колени должны быть рабочие. Колени у нас в данном случае и в европейской программе, и в латиноамериканской программе являются, они выполняют роль амортизатора. То есть смягчают наши движения. Они должны быть обязательно в тонусе и обязательно включены всегда. Напоминаю, объем движения любого танца в латиноамериканской программе можно создавать на месте. Представьте, если мы делаем с вами просто работу коленей, в данном случае, да? Ча-ча-ча. Если мы недостаточно работаем коленями, это мало, да? И недостаточно работаем стопой, у нас очень маленький объем движения на месте. Соответственно, я не смогу сделать объем движения в пространстве тоже большим. Нам нужно сначала достичь максимального, максимальной амплитуды движения именно на месте. Для этого опорная нога должна выходить назад, максимально назад, с сильным давлением. То есть колено должно уходить назад очень-очень далеко, да? Эта мышца сзади коленей должна быть максимально растянута. Соответственно, нога, которая остается свободной, работает за счет стопы, за счет подъема стопы и выходит вперед. Я говорил много раз о том, что выигрывает именно чай-чай-чай танец. Это тот, у которого максимальный, большой объем данного треугольника. Все. Причем, ни в коем случае нельзя колени расслаблять и как бы уводить из-под контроля, чтобы не получилась вот такая позиция. Да? Ни в коем случае. То есть коленка должна быть в тонусе, при том, что стопа развернута, колено должно пытаться закрывать колено. При изменении движения, соответственно, здесь, то есть я показываю треугольник и показываю аккуратно собранные ноги здесь. Это движение вы можете начать делать медленно. Медленно. То есть сначала мы проверяем, как происходит работа, последовательность. Ставится стопа, колено начинает уходить назад, одновременно выходит второе. Нога свободная находится с постоянным давлением в пол. Вспоминаем. У нас всегда две точки опоры. Как только вы освобождаете ногу, то есть не надавливаете на пол, у нас из двух опор остается одна. На одной стоять очень некомфортно. Вот. То есть если всегда я стою на какой-то одной ноге, вторая нога у меня является опорой. Я могу на нее опираться. видели линии электропередач, то есть столбы. Обязательно стоит столб и обязательно стоят подпорки. Все. Да? Это гарантирует вам ваше состояние устойчивости на полу. Вспоминаем. За пол мы ногами должны держаться. Итак, это движение вы делаете. Убереждаетесь, что ваши мышцы включились в работу. Я пока не буду говорить про бедра. Именно работа коленей. Коленей и свободной стопы. И потихонечку мы должны ускоряться и достичь. Результат должен быть такой, что вы очень быстро должны это сделать. два, три, четыре. В данном случае у меня уже точка, готовое движение. Как только вы это почувствовали свои мышцы в работе этого движения, мы пробуем двигаться уже в пространстве, в сторону. То есть пытаемся сделать шаг. Опять же, мы проверяем опору, переносим вес, проверяем связку пола со свободной ногой. Свободная нога с полом. Держимся. Напоминаю, болеть должно здесь. Середина стопы внутренней части. Болит. Есть. Бедро в чачача. Если в сампе мы говорим о том, что при давлении в ногу мы стараемся оставить бедро наверху, то в чача постарайтесь сразу привести бедро в опорную ногу. При этом почувствуйте растяжение мышц внутренней части бедра здесь. И, соответственно, включая работу коленей, мы пробуем сделать уже шоссе. Напоминаю, все боковые движения в танцах называется шоссе. Мы танцуем чача раз. Пришли в позицию. Дальше можно ногу собрать. Причем собираем ее с высокой свободной стопой. Проверяем позицию большого треугольника и двигаемся в обратную сторону чача раз. Опять доводим бедро до места. Чувствуем мышцы внутренней мышцы бедра. Чувствуем связку с полом. Собираем ногу. Пока, значит, то есть полу таймстеп, скажем так, можно встать в этом положении. Не надо торопиться. Это есть базовые моменты, которые, если вы делаете правильно, мы сможем выучить более сложные движения очень быстро. если вы правильно, устойчиво стоите на полу с ощущением своего корпуса, то все остальное уже не так сложно. То есть сложные элементы. Что касается баланса, вернемся к европейской программе, я говорил, центр на ноге, затылок должен быть сзади. Вот. Если, представьте, вы стоите не в тонусе, не в балансе, просто расслаблено, мышцы ваши не собраны, вы танцуете ча-ча-раз, вы не сможете удержать свой корпус точки. Обязательно перед началом движения любого, то есть перед своим движением вы должны чувствовать, что вы находитесь вертикально, в тонусе, устойчиво. и соответственно при выполнении движения это не создает проблем. Я танцую ча-ча-раз, я точку поставил, я нахожусь в балансе. Ча-ча-раз, я нахожусь в балансе. В любую точку. Ощущение верха здесь совпадает с европейским танцем, то есть вообще как бы вы передаете музыку, да? Если музыка ча-ча-ча-идет точная, стоп, вы должны его показать. Ча-стоп. Хорошо. Давайте теперь поговорим о движениях черп. Очень много проблем у нас было. Итак, медленно показываем. С позиции раз я собираю ногу вертикально. Данная позиция называется браш. браш это сбор ноги и в европейской программе, и в латino-американской он называется одинаково. Дальше напоминаю, мы показываем точку, в которой мы будем переносить вес и выполняем непосредственно чек. Чек. ошибочное исполнение чека, когда вы полностью 100% переносите вес на одну ногу. Напоминаю, нам нужно сделать движение быстро. Если вы будете двигать корпус туда и обратно, вы этого просто сделать не успеете. и поэтому в чековой позиции наш корпус располагается приблизительно посередине между двух ног. Браш, вынос, чек. Если быстро я танцую его, оп, стал уж, да? Теперь поговорим, что касаемо, если смотреть в этом ракурсе, то в зеркало вы должны контролировать разворот пятки свободной ноги обязательно. Если ее не видно, значит сзади стопа у вас находится неправильно. Это уже не чековая позиция, это уже неустойчивая позиция, поэтому вы не сможете правильно зафиксировать движение. Итак, браш, вынос, чек, стопы развернуты и возврат происходит, смотрите внимательно, возврат происходит конкретно с очень сильной работой колена свободной ноги. Три. Обращаю внимание на стопу, которая находится впереди. То же самое, вывернута, то есть максимально пяточку старайтесь показать наверх. Вот практически все, что вам нужно сделать. Давайте так, вы попробуйте сделать сегодня именно точку шоссе с работой коленей. Ча, ча, раз, сбор, чек, проверить устойчивую позицию, помните, я говорил, стопы развернуты, пятку видно, и возврат должен быть очень активный. Три. Все. Давайте сбоку. И ча, ча, раз, и чек, колено работает, три. Корпус находится в тонусе. Пробуем, удачи всем! Продолжение следует...